Выводку собак не стоит путать с выставкой. Последняя предназначена для выявления рабочих качеств четвероногих охотников и назначения вязок. Проведению традиционной выставки в этом году помешала пандемия, и Слободское общество охотников и рыболовов организовало выводку, на которой оценивался экстерьер молодых собак, то есть их внешнее качество. Оценка выставляется, да, так же, как и на выставке, как влияет на классность. Собака потом выставляется на испытания, на полевые, присваивается полевой диплом, ну и при наличии, значит, оценки экстерьера выставляется классно. Сейчас представлены, значит, лайки, гончие и легавые. Вот три породы представлены. Критериев оценки экстерьера собак достаточно много. Лапы, нос и хвост. Далеко не всё, чем могут похвастаться четвероногие друзья человека. И удовлетворительно таких собак обычно сразу на ранних этапах отбраковывают таких собак. Юрий Овечкин, председатель Слободского общества охотников и рыболовов, собак держит с 12 лет. Тогда же начал заниматься и охотой. Юрий вспоминает, любовью к охоте заболел ещё в детстве, когда слушал рассказы своего деда. До сих пор остаётся верен своему делу и, вопреки расхожему мнению, считает охоту полезной для окружающей среды. Охота – это такое ёмкое понятие. Не то, что добыча, но прежде чем добыть, нужно сначала что сделать? Нужно, во-первых, дичь воспроизвести, так как наши охотники, например, и посевами занимаются, выкладывают соль, кормовые площадки, борьба с волками, с лисами, с енотами, с хищными птицами, с воронами в частности. Я считаю, что люди, которые здесь собрались, такое звено крепкое, которое всегда участвует и в выставках, и в испытаниях, пожелать хороших питомцев, чтобы показатели хорошие были, чтобы у них хорошее рабочее качество было, чтобы любили своих питомцев. Без любви, как говорится, ничего не бывает. Следующая цель охотников – выставка собак. Там животные смогут показать себя в деле и побороться за полевой диплом.